«Вчера не выдержал. Когда надзиратель опять подошёл ко мне, я послал его подальше. И на спину, голову, тотчас посыпались удары. Сейчас надзиратель думает, что я сломлен. Дудки. Пусть я голоден, слаб, пусть я пленный. Но пленный физически. Духовно я свободен. Я выше этих сволочей. Да, выше, потому что никогда не позволю себе поднять руку на слабого. Унизить голодного. Потому что меня учили, что нет ничего выше человеческого достоинства. Человек это звучит гордо. Сергей Николаевич Воропаев. 29 апреля 1944 года. Двести двадцать семьи найдены. И, ну, наверное, пятьдесят семьи бывали здесь, на кладбище. Эти моменты, конечно, очень трогательные. Через 75 лет вдруг человек, который был пропавший, близкий человек, он здесь лежит. И вдруг можно с ним или даже познакомиться. Потому что дети, они их отец даже не знали часто. И можно, конечно, сразу и, ну, как сказать, это и последняя встреча обычно. Потому что они здесь один раз бывают. И поэтому очень много эмоций. Очень трогательно. И очень важно, я так понимаю, для них, что, наконец-то, эта трагедия закончится. Наконец-то, они знают, что случилось. Знают, где он и куда он попал. И этот конец, это очень важно для них. И для меня это, наверное, самый главный цел моей поисковой работы. Итак, я уже точно последний раз взялся за карандаш. Последний раз я беседую с этими листками. Да, но я дожил до такого состояния, что смерть меня уже не пугает, а наоборот будет чем-то приятным, успокаивающим. Тем миром, где всем одинаково хорошо и плохо. Где нет науки, искусства, красоты, наслаждений. Где вечный мрак и сырость. Допустим, если фашизм не взялся морить, то я имел бы, может, шанс и вернуться с туберкулезом на родину. И что же было бы? Я бы мог быть лишней обузой в семье, в обществе. И там-то будет гораздо тяжелее переживать все это. А здесь, в связи с голодовкой, здоровье ухудшается. Позавчера ночью началось страшное кровотечение. Слава богу, соль была. Так солью немного пришлось остановить. Но я харкаю и сейчас кровью, так что три дня скидывается с моего счета. Плюс ко всему к этому заедает вшита. Их страшно великое количество. Два месяца уже не были в бане. Грязь, масса мусора и прочее. Все уже перемечтал. Все малейшие случаи жизни, круг моей родной семьи. О, бедные, жаль. Слишком жаль. Что с бедной матушкой? Болтают, что в шести километрах наши взяли деревню. Но нет выстрелов, ничего не слышно. Абсолютная тишина. Хотя бы перед смертью услышать орудийные гулы, разрывы снарядов. Чтобы земля гудела, черт побери. Обнимаю и целую все мне близкое и милое. Прощайте, мои дорогие, на долгие годы. Мне скоро час пробьет. Я уже не подымаюсь с постели. Ваш сын Сергей. Эти записи передайте Борису Семеновичу Родионову, если он жив. А если нет, то просто в редакцию. 5 марта 1945 года. Это последняя запись советского военнопленного Сергея Николаевича Воропаева. Он написал ее в свои 24 года в фашистском лагере военнопленных Шталак-8ф, который находился в окрестностях немецкой деревни Ламсдорф. Сегодня это территория вблизи польской деревни Ламбиновица в Верхней Селезии. Если бы записи Сергея были найдены охраной лагеря, то он был бы моментально расстрелян. Сергей проходил военную службу в 151-м корпусном артиллерийском полку в школе младших командиров в Минске. В плен он попал летом 1941 года при отступлении полка Нашклов в Могилевской области Белоруссии. В апреле 1943 года Сергей оказался в лагере военнопленных Шталак-8ф. Скорее всего, его перевели туда из другого лагеря военнопленных на территории Германии. Лагерь для советских военнопленных Шталак-8ф, изначально названный как Шталак-318, был организован как прилегающая территория к уже существующему лагерю военнопленных Шталак-8б. На этом же месте во времена Пруссии находился лагерь пленных французско-прусской войны. Шталак-8б использовался немцами также в период Первой мировой войны. На кладбище лагеря Шталак-8б находятся именные могилы русских воинов. После нападения гитлеровских войск на Советский Союз в сторону Германии направлялись длинные железнодорожные составы, набитые советскими военнопленными. С июля 1941 года расположенные примерно в 4 километрах от лагеря Шталак-8б поля начали заполняться тысячами советских пленных солдат. Так был заложен лагерь Шталак-318, Руссен-лагерь, к концу 1941 года переименованный в Шталак-8ф. Территория лагеря не была подготовлена для размещения военнопленных солдат. Первые осень, зиму и весну советские военнопленные жили в вырытых ямах-землянках – норах. Отношение к советским военнопленным было самым худшим на территории комплекса лагерей в Ламсдорф. После войны нацисты оправдывали скотское обращение с советскими военнопленными, не подписанной в 1929 году СССР Женевской конвенции об обращении с военнопленными. В июне 1943 года произошла очередная реструктуризация комплекса лагерей в Ламсдорф. Лагерь военнопленных Шталак-8ф перешел под контроль близлежащего лагеря Шталак-8б. В ноябре 1944 года комплекс лагерей был переименован в Шталак-344. 1 марта 1945 года Сергей Воропаев предпоследний раз записывает в своем дневнике. «Я еще чуть жив. Уже стараюсь реже подыматься с койки. Чувствуется сильная слабость в ногах. И вообще иссох. Но иссох не от болезни, а от голода. Да и как здесь не иссохнуть, когда начиная с 27 января нам дали пять паек хлеба. Да, это и удивительно. За месяц и четыре дня скушать полтора килограмма хлеба. Какое же может быть терпение? А результаты этого терпения таковы. За этот самый же период вымерло 20 человек. Из них 10 человек от голоду. За фронт ходят разные слухи. Надежды на освобождение не предвидятся. Так что большинство людей ожидает со дня на день голодной смерти. В том числе и я. Если утром проснешься жив, то и говоришь «Слава Богу». Чувствую это продлиться за считанные дни. Страшная голодная смерть. Но я бессильный в этом. Не знаю, удастся ли еще раз взяться за карандаш или нет. Смертельность очень мощно свякшила, хотя бы с уваги на эпидемию тыфусу. Немцы организовали второй цментарь. Здесь находятся масовые гробы. Уклад архитекtonичный этого места не позволяет нам окреслить конкретного места гроба. Нистете, кое-что еще очень пригрыше, не можем окреслить, в котором месту похованы есть конкретный енец, потому что были они гребани в масовых, безымянных могилах. Часто одзяние един в пакет, а часто даже без ничего. По тому, чтобы о них просто запомнить. Но память о них не сгинела. Штогольным выразом этого есть цментарь отданный до ужитку в 1964. разом с помниками мартурологии јнцов военных. Помник пощаконный есть всем јнцам, независимо от народовости, которую имели и независимо от армии, в которой они борются, всем јнцам Ламсдорф. Но цментарь, на котором мы находимся, это цментарь жуниржа Армии Цервоне. Лос этой группы јнцкой был особенно трудный. Вот здесь под этим помником отбываются короткие обходы роцницы вызволения Сталагу 344 Ламсдорф. Важно сказать, что помник этот был, вспомню, отданный до ужитку в 1964 году. Рок później на этом помнику появились фигуры символизирующие церкви јнцов. Однако у выезжа на терен цментаря в летах 90-тых поставлено крыж с короной черниовым, который symbolизует мячањство этих же јнцов. Важно еще сказать, что в 1945 году, уже по закончению войны, шчонки јнцов стали открыты. Как вспоминала, мяло место шчонки-эксхумации звук. На основе бадањ проводзоње за комисиј польској и советској уставлено личбе офиер на около 40 тис. Припоминам, что станови это около 1,5 тис. всех јнцов армии червоных, которые тут, в этом обоње в циўу II wojны святовой, находились. То есть это огромная смертельность. Додам еще только, что оголна личба јнцов армии червоных, которые находились в немецкой, то около 5,7 млн. с чего понад 3 млн. И станови это огромный всказник, показываюця, как в своих воронках жила и как в лаке была трактована та група немецкая. Была то најличнейша група немецкая и трактована најгожей. С 1939 года в лагере шталаг 8b содержались военнопленные различных европейских национальностей, а так же американские и австралийские пленные солдаты. До поступления англоязычных пленных солдат в шталак 8-Б на территории лагеря уже были построены бараки для пребывания. Английским военнопленным разрешалось играть в футбол, устраивать боксерские турниры, покупать шоколад и сигареты на заработанные лагерные марки. У советских военнопленных ничего этого не было, только громадное поле, обнесенное колючей проволокой. В то же время отношение к немецким военнопленным, находящимся в плену в Советском Союзе, было радикально противоположным обращению с советскими пленными. С другой стороны, англоязычные военнопленные находились в приемлемых условиях в лагере шталак 8-Б, так как немцы боялись за своих пленных солдат в Англии. Сегодня, стоя на поверке, видел идущих союзников англичан. Никогда и никто бы не поверил, что это пленные. Идут в колонны по три, чистые, все в своей форме и с музыкой. Задний шел с футболом. Видимо, играли. Только посты, вооруженные по бокам, говорили об их пленении. Так записал Сергей Воропаев в дневнике 1 мая 1944 года. Тем советским военнопленным, кто выжил в первые месяцы нахождения в лагере шталак 8-Ф и не был умершвлен в близлежащих концлагерях, а также тем, кто был доставлен в лагерь после 1942 года, была уготована судьба рабов на угольных шахтах и на промышленных фабриках Верхней Силезии. Персональная карта военнопленного была первым документом, который заводился в момент принятия солдата в лагерь. В ней содержались не только личные данные военнопленного, но и информация, касающаяся состояния его здоровья. Например, был ли он привит, находился ли он в лазаретах. Если был, то в какое время и по какой причине. Военнопленному выдавался жетон с номером, присвоенный при регистрации в лагере. Жетон состоял из двух одинаковых половинок с личным регистрационным номером. После смерти пленного, одна половинка номерного учетного жетона прикреплялась к карточке, а вторая оставалась на теле умершего. Также в карте военнопленного содержалась информация о его работе, где он работал, в каком рабочем подразделении. Военнопленные работали в специальных рабочих подразделениях под названием Arbeitskommandos. Они работали во всех секторах экономики Третьего Рейха. С помощью эпидемии Третьего Рейха в количестве около 10 000 ельц, которые умели умирать на протяжении 1941-1942, в самом Лангстаге. В северном рейхе, когда эпидемия Третьего Рейха, когда эпидемия Третьего Рейха повели выгасла, начали посылать снова ельц до работы, уже в большинстве, в таких более злиберализованных условиях. В северном рейхе, хотя прежде всего работали при будове друк, при будове лотниск, при работах мелорационных, в душих закладах, так как например в Лиливцах, в Лабэндах, в закладах металологичных, в меньшем стопниу, в меньшем стопниу, в меньшем стопниу, в рейхе у нас уже около 25 000 ельц, в химии, в 1943 году 61 000 ельц. То есть это охрана война и, то есть в большинстве, то тогда мы дошли, что с большим ростом объема, также команды праций, значимы, одзялания робочеви, в которых ельц и родители были затруднены. Вовремя, когда мы делаем около 1000 таких отделов рабочих, в которых работают только средиадзийцы, меньших и меньших. Те душе, то, в частности, душе заклады премисловые, как заклады в Глаховне, Брехамер и заклады И. Г. Бармен, З'Цешовицы, Куксовния, то такие заклады, как заклады целомозовые, в Кратковицах, о меньшем значении стратегичным. В последнее время, в конце войны, то также момент, в котором наблюдается оттуда ельц, не только родственных ельц, но также их, в керунках в сходных территориях Горного Слоска. И гораздо больше, больше интересований и затруднения их в премисле, в премисле тяжких. В копальниках, в футах, в закладах около копальнianых, где ельцы пребывали в большинстве в очень слых условиях. И там уже были высыланы на этот конкретный терен. Ващиве только в обозе макерзистом в обозе макерзистом и высылали большинство времени в отделах рабочих. В результате сам Сталак Ламсдорф стал таким местом trochę, местом преховалным для тех ельц, которые не были уже в состоянии тяжко працать, з поводу вычащения, либо хоровали часом. Если выздоровели, то снова были высыланы до команд pracy, до отделов рабочих. На что обратить внимание на то, что эта работа была очень тяжелая. Она была тяжелая из-за самого характера работы в копальне. Додатково в плохих условиях, в условиях политики рабочей, о чем часто вспоминали контролирующие копальни немецкие, mówiąc, что использование ельцов радийских – это политика рабочей в этой силе рабочей. 22 апреля 1944 года Сергей Воропаев решился записать в своем дневнике финансовые расчеты, связанные с рабским принудительным трудом. «Сегодня исполнился один год, как я работаю на этой шахте. 365 дней проведено в подземном полумраке на глубине 350 метров. Глубина неважна. Важно то, сколько перекидано угля. Допустим, я каждый день выкидываю по 10 тонн. И это составляет в год 3650 тонн угля. Беря в расчет железнодорожный вагон по 20 тонн, это составляет примерно два эшелона угля в количестве 80-85 вагонов. Это, грубо рассчитывая, будет стоить до 30 тысяч рублей. В это самое время на меня уважаемый хозяин израсходовал 180 килограмм хлеба, 365 килограмм картошки и столько же брюквы, 12 килограмм маргарина, немного больше мяса. Расходная сторона обойдется на 1000-1500 рублей. Можешь представить, какой доход от одного меня предпринимателю. А нас на шахте 913 человек. А сколько всего этих шахт? Так как говорила, прача премосовая приносила вымирные эффекты. С одной стороны, потому что Орбшимия Реша пустых мест работы, пустых в результате того, что немцы скерывали на фронт, у немецких мэшчин, была заполнена через немецких, не только немецких немецких, но в большинстве в последних лет, месяц, во время, через них, мяло значение для господальки III Реши. С другой стороны, эти яйцы часто были так ослаблены, что их прача очень часто не была достаточно выдавлена. И до конца, можно сказать, есть такой раздвиг, между таким практичным, таким прагматизмом, который говорил, что яйцов нужно подкарывать, что яйцы должны быть в миру добры, чтобы могли работать, но и тому предприниматели военные, в связи с Родзаком Родзаком, которая была война выниждающая, а также выниждающая, яйцов родзаком, которые были представлены, как это было представлено. И это мы видим до последних месяцев 1944 года, когда начинается эвакуация коменд работы. Душа из них, часть яйцов, которые приходят до опызов макияжистых, которые приходят до Тешин, до Сталага 8b в час, или до Сталага 344 ландсдорф. И они просто эвакуированы из мест своего места, замешивания из мест работы. И часто еще вымечения идут в многих, многих, дневных маршах, так называемых маршах смерти. И то, что знакомо, в этой части из них не удалось, очевидно, этих маршов прервать. Советские военнопленные также использовались на фабриках боеприпасов и военной техники. Это было запрещено Женевской конвенцией, как и использование военнопленных на работах поблизости от фронта. Советские военнопленные были лишены возможности любого контакта со своими семьями. Они жили, как пропавшие без вести в течение многих лет. Им не разрешалось писать домой своим семьям и родственникам. Те пленные солдаты, которые безызвестно захоронены в братских могилах, так и остались забытыми. Женевская конвенция, конечно, предусматривала почтовую переписку и даже возможность получать посылки с едой и одеждой из дома. Но нацисты не позволяли пленным Красной Армии устанавливать контакты с родственниками. Кроме того, была запрещена любая помощь от Международного комитета Красного Креста. Можно предположить, что единственная надежда была на помощь гражданского населения в случае работ за пределами лагеря. Однако контакты с гражданским населением и особенно с немецкими женщинами были им запрещены. Важно вспомнить, если мы при работе о менее restрыкционных местах затруднений, или менее вычерпывающих. Янцы, которые потратили выказать свою придачность, как лекарь или разные люди, например, знают язык немецкий, были выказаны до работы как туманцы, либо в канцеларии немецкой. Могли в этой канцеларии выполнить функции помощники. Один из таких степан правду, который прожил 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 исследователь В Талагу Ламсдорф, где оно ringing 47 мецкая – 36 Не лечить, не имели, чем лечить, поэтому их рула ограничилася до угрыбания измеренных коллег, измеренных товарищей. При лагерях военнопленных располагались лазареты, в которых находились пленные солдаты, нуждающиеся в медицинской помощи и хирургических операциях. С одной стороны, лазареты были своего рода спасением от изнурительных рабских работ. С другой стороны, пленные солдаты осознанно калечили себя, чтобы намеренно попасть в лазарет. Но проблема заключалась в отсутствии лекарств и инструментов для операций. Медицинский персонал в большинстве своем состоял из самих же пленных солдат. Это были люди, знакомые с медициной, вроде санитаров или медсестер, но их руководителями были немецкие врачи. Одним из работников лазарета при лагере Шталак-8Ф был художник Георгий Иванович Данилов. В лагерь Шталак-318, позже известный как 8Ф, Георгий Данилов попал 4 августа 1941 года тяжело раненым под Брестом. Через 8 дней ему исполнилось 23 года. В карте военнопленного Георгия Данилова даты приписки к лагерю Шталак-318 числятся 26 августа 1941 года. Художественное образование Георгий Данилов не успел закончить из-за начавшейся Великой Отечественной войны. Медицинского образования также не имел, но был назначен санитаром в лазарет при лагере Шталак-8Ф, так как он мог рисовать красивые открытки для немцев. Среди лагерных эскизов Георгия Данилова имеются копии фрагментов картин европейских мастеров живописи Веласкеса, Рубенса, Рембрандта. Возможно, что цветные репродукции их картин приносили Георгию Данилову для копирования сами немцы. Таким образом, Георгий Данилов избежал тяжелейших физических работ. В то время, как Георгий Данилов практиковался на почтовых открытках и работал в лазарете, он тайком от охраны лагеря рисовал и тем самым документировал соратников по плену. Свои эскизы Георгий Данилов подписывал как Тесленко, чтобы в случае обнаружения оградить себя от расстрела. Он настолько усердно прятал свои работы, что только в конце 40-х годов они были обнаружены сельским старостой из Ломбиновицы Станиславом Заневским. Он передал обнаруженный под кроватью в бывшем лазарете рулон бумаги с рисунками в фонд музея военнопленных в Ломбиновице. После освобождения лагеря Шталак-8ф Георгий Данилов еще 8 лет был в фильтрационных лагерях в Советском Союзе. В 1963 году несколько его рисунков под подписью Тесленко были опубликованы в журнале «Польша». Осенью 1963 года Георгий Данилов написал автору статьи Станиславу Луковскому. «Я был очень рад увидеть свои рисунки в вашем журнале, только фамилия моя – Данилов Георгий Иванович. В целях конспирации я подписывал свои натурные снимки вымышленными фамилиями». Коллекция насчитывала 78 набросков. 77 из них были созданы Георгием в лагере с 1941 по 1945 год. Точно такое же количество записей содержится в дневнике Сергея Варапаева. «Большую часть работ Георгия Данилова составляют портреты военнопленных. Мне приходилось рисовать и советских военнопленных, и итальянцев. А первый рисунок, который я сделал в лагере, был с польского военнопленного. Как сейчас помню красивую внешность молодого человека. Блондин с небольшими усиками», – писал художник. «Это портреты совершенно разных людей. Одни измождённые, болезненные, с впалыми щеками. Другие ещё здоровые, иногда с лёгкой улыбкой, но чаще всего задумчивые. Старые, молодые, многие на первый взгляд похожи друг на друга из забритых голов. Среди них встречается и портрет мальчика. Был это польский мальчик-повстанец, или же воспоминания художника из детства останутся уже тайной. Но, несомненно, на некоторых портретах военнопленных соратников можно наблюдать влияние фантазии художника. Он как будто смягчает адские реалии плена своим художественным мировосприятием, будь то положение руки или тела пленного солдата, явно выполняющего композиционную роль. Так как эскизы недатированы, не имеют подписи и зачастую изображены без фона, то трудно установить личности портретируемых и тем более установить границу между вымыслом художника и реальностью. Но даже с учётом фантазии художника портрет изображённых военнопленных выглядят психологически подавленными и болезненными. Только один из эскизов Георгия Данилова изображает двух солдат у печки внутри барака. На рисунке имеется перспектива, уходящая вглубь барака. Внизу рисунка имеется подпись на русском и немецком языках. На 78-м эскизе изображено освобождение лагеря Шталак-8Ф 17 марта 1945 года. Этот эскиз Георгий Данилов исполнил во время встречи со Станиславом Луковским в 1964 году в Советском Союзе. Но до освобождения лагеря Красной Армии на территории брошенного немцами Шталака-8Ф остались истощённые и смертельно больные военнопленные. Благодаря записям Сергея Варапаева можно реконструировать наземный ад Ламсдорфа в начале 1945 года. Далеко-далеко слышны глухие раскаты артиллерийского грома. Прифронтовая полоса. Вот уже второй день, как наш лагерь бросили на произвол судьбы. Немецкое командование врачей и обслуживающий персонал русских эвакуировали. На один день оставили продуктов, а на второй дали только брюквенный суп. Хлеба нет. Ожидаем своих. Насколько скоро подойдут наши, настолько сохранится наша жизнь и здоровье. Из лагеря выйти так же невозможно, ибо на сторожевых вышках маячат часовые. Голова заполнена разными бредовыми мыслями. Лечение всякое прекратилось. Мёртвая тишина. 25 января 1945 года. Жизнь по-старому в наземном аду, только без смолы. Измор плановым путем продолжается. Обнаружено людоедство. Вчера ночью один из больных забрался в холодилку и, вскрыв мертвеца, вырезал ему внутренности, мягкие части тела. Это было замечено, и вчера этот человек был расстрелян. 1 февраля 1945 года. Положение с каждым днем ухудшается. Силы исчезают. Смертность увеличивается. Из одной только нашей комнаты каждый день выносят по одному, два, три трупа. Некоторые смельчаки, рискуя жизнью, бросаются в кухню за картошкой. Вчера пять из них попали под пули злодеев, а двое, их тела были вспороты штыками. Смерть витает над нами. Страшная, голодная смерть. Возможно, осталось несколько дней, а положение так безнадежно. Говорят, наши пошли в наступление. Умер Сергей Воропаев 23 марта 1945 года в Красноармейском терапевтическом полевом подвижном госпитале номер 5481 1-го Украинского фронта. Его дневник был найден в блоке смерти А, где содержались смертельно больные военнопленные. На протяжении всего дневника у Сергея не раз проскакивала мысль о самоубийстве, но постоянный голод затенял ее. Я порой задумываюсь над таким вопросом. В мирное время часто бывают самоубийства из-за каких-нибудь пустяков в личной жизни. Здесь наоборот. Ни одного случая я не встречал в плену. Мне кажется, это все решает питание. Мозг не знает ничего другого, как только пожрать. 15 апреля 1944 года. В моменте, когда армия Чарлона вкручила до Ламсдов 17 и 18 марта 1945 года, заставили здесь люди, которые были на строю вычисления. Часть людей удалось урятать, а некоторые жоуниверы не пережили. Но червона нести заставили здесь тоже звуки. Жоуниверы, которые раньше были, нужно вспомнить, что по раку 17 марта организованы урокисти обходы в следующих роцах вызволения из-за такого 344 ламсдов. В течение этих обходов вспоминали трудный лос янцов. Барак, в котором мы находимся, вспоминали такие трудные хвилы из жизни Единицкого. Оно, как уже вспомнилась на почтку, он уже отрестаурован, поэтому мы в хорошей качестве новые окна. М.х. нужно память что единицы, которые here존а кющий однажды 330 лет назад что об этом еж24 времена премся в так в хороших условиях по теперь bedroom, для этого ощущения это входит в таком объекту. Понадку здесь на двух, часто три-х 않아, есть вот, что они уничтожили, и камеры что было нахлоднее зимой, но темпрычки у гуры связали с тем, что спадали на яйцах, например, плюсквы, которые находились на даху. Но яйцы вспоминали также то, что спали на таких седниках, которые были сейчас уже затраты, сумма была затрата, поэтому они не давали тепла, могли открыть себя каким-то старым, поджиуранным коцем. И, конечно, они здесь были в душе загрязнении, не знали, как долго они будут здесь находиться, поэтому это также влияло на их психическое состояние. В таком бараке находились также пьедзек, который имел ограждать этот объект. В октябре 1944 года около 6 тысяч солдат польской армии Крайова участников Варшавского восстания поступили в лагерь Шталак-8Ф. Среди них были женщины и несовершеннолетние, которые содержались в отдельных от мужчин секторах лагеря. Примерно в то же время прибыли 1500 пленных после Словацкого восстания. Формой контакта между военнопленными в разных секторах лагеря были записки, написанные на небольших кусочках бумаги, которыми они оборачивали камни. И заключенные, мужчины и женщины бросали эти записки между секторами. Так называемая переписка через колючую проволоку. В послевоенное время одна из участниц Варшавского восстания, София Арсимович, которая была интернирована в лагерь Шталак-8Ф в октябре 1944 года, передала в дар Центральному музею военнопленных в польском городе Аполе браслет, изготовленный из жетона военнопленного под номером 106-811. Со слов Софии Арсимович, браслет изготовлен советским пленным солдатам и подарен ей. На жетоне браслета имеется гравировка Шталак-318. Скорее всего, жетон принадлежал одному из советских военнопленных, поступивших в лагерь в 1941 году. Может быть, это и был жетон пленного солдата, который изготовил его и проявил внимание к женщине, несмотря на ужасные условия содержания и скотское обращение со стороны охраны лагеря. Факт наличия в польском музее браслета Софии Арсимович – это очень сильный и показательный пример того, что для чувств нет преград и барьеров. В прошлом году, если не несколько лет, мы встречаем интересы со стороны людей из Роси, но также из других републик ЗСР, которые… Прежде всего, это вопросы миловые вопросы, листовые вопросы, а также вопросы за последствием. Мы получаем спору квали, которые мы получаем за последствием ПОЦР, которые дотичат послуживания яйцов родственников. И есть это послуживания на речи родин. То есть, я думаю, что это делается за последствием российских советников ПОЦР. Так что доцирают до нас также такие запытания. Другой послуживной. Также есть люди, которые приезжают, которые приезжают до Бамбиновцев, хоть и не очень удобно для многих из них, поконание многих трудностей самых администрacyjных, но также дуги и часто дороги. И это очень интересные встречи для нас для нас. Это очень интересные встречи для нас. Это люди, которые часто имеют в виду о том, что они имеют в виду, которые имеют в виду, что они умерли в Бамбиновцах. Убираем себе, что они привозят немного земли, и забираем землю из ее гроба. И просим о всказание этого гроба. И это на нас, наверное, я это отбираю как всегда, самый большой проблем, такой эмоциональный, потому что я этого не могу говорить, не могу говорить даже в приближении, а также никто не из других, где этот гроб находится. И они находятся в гробах масовых. Не знали ли мы до того, что существовали какие-то конкретные планы, говорящие о том, что имя и название с конкретным местом. Додатково, мы помним, что эта гроба была предпроводана на этом тарее, не сомажная в праведе только, но это эксплуатация, которая могла поменять и даже в том, что это может быть в том, что это не может быть в том, что это не может быть все это происходит на такой на такой на такой лодзкий проблем. Не ма поединчего гроба, не ма такого конкретного места, который можно сказать, что здесь живет моя блестка особа. Если мы оставим это... И часто это мы в нашей pracy эдукации, что показываем, как свет эволуировал в Первой и Второй войне. Когда мы идем на старый цментарь емельский в Орминовицах, мы смотрим на большие гробы росыщих, где есть имя, назвиско, часто дата уроджения, дата смерти, это основная информация, но мы также принадлежность армейной, стопей востковый, народный. Мы очень часто также религию, вызнание, о том нам вспоминаем, мацевы на цментаре также в среду росыщих. То есть это все, что в часе Первой войны было возможно, было в часе Второй войны санеговано. В местах поединенных гробов, в местах узнания богатства человека, мы также пострадали пробу этой смерти. санегов санеговано. также отреставрировал один из них. В нем устраиваются костюмированные представления для польских школьников, чтобы рассказать им о драматичной истории, которая развивалась в этом месте. Поблизости от сохранившегося лагеря находится большая часть водонапорной башни и водосборный бассейн. Интересен тот факт, что от лагеря советских пленных солдат Шталак-8Ф уцелело больше, чем от лагеря Шталак-8Б, в котором содержались британские солдаты. Каждый год, 17 марта, Центральный музей военнопленных в Аполле организует торжественные памятные мероприятия, посвященные освобождению лагеря Шталак-344 в Ламсдорф. Мы находимся на фритуре из старого лагеря Алексисдорф. Сегодня становится большинство Альцисдорф были в Лагер на протяженииpipe большинства в Сознах, слабая забавноüberравнованность. На тяжести святостью, на плохие и неподалежные ингредиенты и на хранящие работоспособности, На святости зата районами, 大овное обязательство, посedим в районе службы. До США meets на Вомер 1943, где можно провести главные рабочие в Сознах. Даллона в Лагер, где мы посадили делаем в Бензинский фритхов. Здесь в Алексисдорхе, как говорится, в 1943 году, и в этом времени до войны, май 1945, было наше время внести 1300 Бестаттков. В лечение времени не было, как многие люди в этих войне были в этих войне, потому что они не были документы, или даже в лечение времени не было. Они были очень хорошо, и они могут эти документы seit einigen Jahren über die russische Datenbank OBD Memorial sich ansehen, herunterladen, auswerten. Und dieses Auswertungsprojekt läuft jetzt für circa zwei Jahre schon hier in der Region. Und über dieses Projekt haben wir besagte 1300 Namen ausfindig machen können, die auf jeden Fall definitiv bestattet wurden, sodass die Zahl, die im Eingangsbereich auf der Grabplatte genannt wurde, von circa 600 Unbekannten definitiv nach oben korrigiert werden muss. Unsere Forschungen sind noch nicht ganz abgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass sich die Zahl in Richtung 2000 sowjetische Kriegsgefangene bewegen wird, die hier tatsächlich beigesetzt wurden. Es ist schon so, dass das Land Niedersachsen sozusagen, das ja Träger dieser Friedhöfe ist oder Eigentümer heute ist, das sehr intensiv unterstützt und fördert, dass es verschiedene Projekte gibt, sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene, das ganz intensiv aufzuarbeiten. Und wir arbeiten derzeit in einem weiteren vom Bund, also Berlin, geförderten Projekt, wo wir mit Studierenden die Kriegsgräberstätte in Dalum hier ganz in der Nähe im Sommer untersuchen werden, im Rahmen einer Herbstschule, um dort mit nichtinvasiven Methoden die Genese des Friedhofes zu rekonstruieren, sprich mit Radar, Elektrik und ähnlichen Methoden zerstörungsfrei zu untersuchen, um beurteilen zu können, wie ist der Friedhof entstanden, wo sind Einzelgräber, wo sind Massengräber, weil man durch die Neugestaltung in den 1960er Jahren das heute natürlich nicht mehr sagen kann. Das sehen Sie hier auch genau, das ist eine recht parkähnliche Struktur, die Sie haben. Sie sehen keine Gräbereien mehr, Sie sehen einige Grabsteine mit russisch-orthodoxem Kreuz, die eher symbolhaft aufgestellt wurden, die aber nichts mehr über die ursprüngliche Grablage aussagen. Wir haben hier jetzt die Gefangenenkarte, die Kriegsgefangenenkarte von Peter Scharkow mitgebracht. Der ist 1908 in Russland geboren worden, leider konnten wir da den genauen Geburtsort nicht herausfinden. Er ist dann in die Armee gekommen, vorher hat er als Sattler und Schuster als Zivilberuf gearbeitet. Er hat gedient im 747. Infanterieregiment und ist gefangen genommen worden, wahrscheinlich bei der Kesselschlacht um Vyazma und Vyansk im Oktober 1941. Daraufhin ist er dann nach Deutschland transportiert worden und in unterschiedlichen Gefangenenlagern gelandet und hat da auch in unterschiedlichen Arbeitskommandos gearbeitet, zum Beispiel auch für die Deutsche Erdl-AG, bevor er dann im Jahre 1944 im Juni nach Alexisdorf transportiert worden ist, wo er dann auch zwei Monate später im August verstorben ist. Solche regionalhistorischen Projekte werden an Schulen durchaus häufiger gemacht. Also der Diskurs, das Gespräch, auch über die Art und Weise, wie man an diese Zeit erinnert, erinnern sollte und auch welcher Missbrauch damit getrieben wird. Das ist durchaus etwas, was auch in Schulen viel gesprochen wird, was ein großes Thema ist und da ist man auch frei von Naivität oder so. Man weiß, dass es natürlich auch Kräfte gibt in der Gesellschaft, die bestimmte Arten und Weisen des Gedenkens auch für ihre Parteipolitik instrumentalisieren wollen. Und da ist es immer gut, dagegen ein paar Fakten zu stellen und zu sagen, das dürfen wir nicht vergessen. Und das ist auch unsere Verantwortung. Und ich denke, das versuchen wir auch an der Schule weiterzugeben, dass das sehr wichtig ist und das Erinnern eine aktive Arbeit ist. Was haben wir auch an der Schule wieder zu stellen? конечно, обычно на востоке Европы. И я тоже узнал, что как минимум 5 солдат попали в плен в шталок 8-F в Ламбсдорфе, Ламбиновиче. И они здесь лежат, они сюда попали, в конце концов. Значит, они их привезли оттуда, в другое место. Там они работали, заболели, умрали и, в конце концов, захоронили их здесь, на территории Нидоланда. Я узнал, что этот солдат не Хлинов, а Хлинин. Хлинин Иван Васильевич. Он из Курской области. Я нашел его родственники 2005 года. И родные сестры были, и все вы. Поэтому вот эта судьба, мы узнали, мы знаем, кто этот солдат, мы знаем его родственники, и его фотография есть. И тоже узнал, что он попал в плену в шталок 8-F в Ламбсдорфе. И, в конце концов, это было в июле 42-го года, когда он туда попал. Потом его отправили на Запад. Там он работал в шахтах и в заводах. И он умр в под Липшпринге в мае 45-го года. И, в конце концов, его сюда привезли и перезагонили на советское поле ставок. Я родился в Амерсфорте, вот ближайший город, и жил как ребенок в Лёстене. Когда я был студент, я участвовал в обмене программы. И я попал в Москву и влюбился. И поэтому у меня был энтузиазм. И когда мои коллеги на редакции газеты услышали, что я был в России, и, ну, у меня там энтузиазм появился, они сказали, что есть в нашем городе кладбище советских войн. И я был в шоке. Как это может быть? Как может быть, во-первых, что есть такое кладбище у нас? Ну, особенно, как может быть, что я это не знаю? Ну, это же не маленькое место, это не простое место. Почему никто мне это не сказал? Почему никто это не знает? Мои друзья это не знали? Я это не знал. И я понял, что это совсем забытое место, и что никто не знает, кто эти солдаты. И я сразу чувствовал, что это неправильно, так не должно быть. И их родственники должны знать, что их отец лежит здесь. И поэтому я начал искать информацию сначала. Начал попробовать узнать их идентичность. А потом я начал искать родственников. И это... Я не ожидал, конечно, что, когда я первый раз здесь попал, сюда попал, что я 23 года буду заниматься поиском мертвых людей. Но, в конце концов, они уже не мертвые. Они стали живые, потому что сейчас мы знаем, кто они. У них есть история, у них есть семья, у них есть фотография. Мы сейчас знаем, кто они живые люди. И родственники, особенно, до сих пор живые люди. Я это не делал для них, я делал это для родственников, которые ждут до сих пор. И это больно, и это неправильно. Как они сюда попали? Здесь, недалеко отсюда, был лагерь, лагерь Amersfoort. И туда попали 101 советских воин, которые немцы сюда отправили, чтобы нам, голландцы, показать, какие нижние люди, унтерменшин, этой азиаты, которые из Советского Союза. Немцы верили, что мы еще выбираем их сторону, и что голландцы готовы воевать с ними. Но эта пропаганда не очень удачна была. К сожалению, эти 101 здесь все умерли. 24 умерли в лагере, и 77 раз стреляли немцев. 9 апреля 1942 года. И поэтому вот эта большая трагедия, это начало это кладбище. И после войны строили вот это советское поле славы. И сюда перезагранили и другие солдаты, которые лежали где-то в Нидерландах. И большинство жертвы в войне здесь военные плены. Всего здесь 875 жертвы в войне, ну почти 800 их военные плены. Это другие солдаты, они умерли в разных местах в Германии. Даже далеко отсюда, даже в Лейпсихе, например, в Хала. Но многие их умерли в Ургобите. И Американцы их привезли в больницу, потому что они заболели. И, к сожалению, они умерли. И Американцы решили их не загранили на территории врага. Они привезли их в Нидерланды. И так они, в результате, попали сюда, на советское полиславие. Не, потому что я тоже учусь в Софьет-Уни. И я тоже учусь в Софьет-Уни. И я думаю, что это очень интересное место. Да, я могу себе это представить. Я не знаю, но если вы софьет-эрефельд.нл отот. Вот это кладбище – территория Нидерландов. Могилия. Официальная могила Нидерландов. Министерство обороны. Значит, голландцы строили это кладбище для Советского Союза. И сказали, когда открыли это кладбище в 1948 году, что навсегда это наш долг – делать уход этого кладбища. Сначала здесь поставили просто камень и номер. И ни фамилия, ни имя, ничего. А в 1972 году по инициативу посольства Советского Союза здесь поставили камень. И там была фамилия, имя. Но очень много ошибок, потому что никто не знал, кто они. И нет отчества, и нет даты. Все могили, которые сейчас видно – это новые, совсем новые. Вот эти могили делали год назад, вот эти два года назад. А последние, которые видно там, мы делаем в этом году. Значит, в этом году реновация будет совсем готова. 18 ноября заново открываем официально кладбище. Здесь видно новый камень, фамилия, имя, отчество без ошибок и дата рождения, точные даты рождения и дата смерти. И здесь лежит Петр Бельянский, он из Ростовской области, не Клиновский район. И родственники найдены, были здесь на кладбище. А там, в старой могиле, там написано просто фамилия и имя, и очень часто ошибки. Он, если я не ошибаюсь, умер в Люденчайде, город в Германии. И, конечно, он сначала попал в плен. У него была семья в Синьявской деревне, в Неклиновском районе Ростовской области. Когда я их нашел, все дети были еще в живых, дочери Надесла и Нина, и сын Павел, если я не ошибаюсь. Это были очень приятные моменты, когда мы были вместе, потому что они чувствовали, как патриальный отец, но нашли новый сын, когда я там бывал. И это было очень трогательно и больно, но и красиво, и приятно. И я очень рад, что родственники Бельянского, Петра, сейчас узнали, что он здесь на мы, и мы его не забываем. Эй, мы handled this pas усп 산, да. Можем serious! Была не правда. Суббитр Av历bcyн, да? Без это静 object unseen. На Vахaudху squ Entwickl это цвет. У нас плễ, richtig fixes поmän мы с Assembly Я тут. Справедливость, мы можем поверить. А я powiedz с помощью hice vier oportunные я учит. Обается к тебе не очень разные. Это не очень смешно. Это не очень смешно. Это будет очень много времени. Для Дальше людей это очень сложно для того, чтобы читать на стон. Потому что мы называем это абакадабра. Это не для читать. Но когда вы сюда приходите я могу читать имя Алексей. Это не так сложно. Но для некоторых названий это для нас не читать. Когда я находился в храме и там был дателем от родственников, я не знал когда. Но когда вы complete информацию, имя, дателем, он был дателем, он был дателем. Вы также посетите его дателем на день его дателем. Мы имя, имя, он всегда сказал что я был солдат. Но в прошлом, я был в Либанон. И я сказал, что я хочу адаптироваться. Потому что многие знали, что без Советских солдат, я думал, что война никогда не закончилась. в России не не мы делим уход. Это делают власти Нидоландов. Но основное никто не делал. Ни И власти России, а не власти Нидоланды. Значит, информацию о солдатах, идентичность узнать, искать родственников, организовать мероприятия, фотографии на могилах, программа могилы Потаперка. Люди, которые сейчас у них есть свой солдат, они не забывают его. Все эти события это мы делаем. Мы это сначала был я один, как исследователь. Сейчас уже целая организация, фонд Советской Полеславы. У нас есть 30 волонтеров, которые постоянно помогают. И есть больше 700 людей, которые нас поддерживают. Это финансовая помощь, но это и помогает, когда поставим цветы на могилах, свечки и другие мероприятия. Поэтому у нас есть база, там, ну, фундамент. И люди хотят знать, что есть такое место, и есть эти солдаты, которые здесь лежат. И они не забывают. Это самое главное. Если люди хотят больше знать, лучше нам писать, потому что у нас есть свой, своя база данных. И мы, конечно, знаем и контекст, мы понимаем историю, а не просто данные. Мы можем рассказать, что случилось. Поэтому ищем до сих пор семьи, конечно. И список есть на нашем сайте, например. У нас есть еще очень главный цель, большая амбиция, но до сих пор все, которые... Люди всегда сказали, что это невозможно уже, это уже ничего не осталось, но все было успешно. Родственники найдены, идентичных солдат мы узнали. Но сейчас еще один большой план – это строить Центр Подсветителей. Очень надеемся, что там можем рассказать их историю постоянно на этом месте. И мы работаем сейчас, чтобы организовать этот план. Лагерь военнопленных Шталак-8Ф был всего лишь одним из десятков фашистских лагерей, где советские военнопленные истреблялись голодом, изнурительными работами и скотским обращением. И это было в чистом виде истреблении людей, о котором замалчивалось десятилетиями, так как история с советскими военнопленными была забыта в послевоенное время. Перед тем, как умерщвелялись евреи, их раздевали до гола и по факту грабили. Советских же пленных солдат эксплуатировали до голодной смерти, потому что большая часть из них происходила из крестьян и не имела ни образования, а также ничего ценного, кроме физической силы. Из-за отсутствия переписки с родственниками и контактов с представителями Международного Красного Креста, миллионы советских военнопленных остались бы пропавшими без вести. Но в результате освобождения лагерей военнопленных офицеры Красной Армии получили доступ к персональным картам пленных солдат. Эти карты советских пленных хранились более полувека в Центральном военном архиве под Москвой. В 21 веке их начали публиковать на интернет-портале ОБД Мемориал. Эти карты военнопленных немного проливают свет для родственников, разыскивающих без вести пропавших предков. Процесс сканирования и публикации карт военнопленных на интернет-сайте продолжается. Со временем появляются новые отсканированные персональные карты солдат Красной Армии. Можно также предположить, что часть карт могла быть сожжена фашистами при отступлении из лагерей или перемещена вместе с пленными участниками маршей смерти и затем утеряна. Советско-польская комиссия после освобождения лагеря Шталак-8Ф в Ламсдорф и эксгумации тел пленных солдат из массовых захоронений заключила, что в окрестностях территории лагеря было захоронено 40 тысяч человек. Как можно понимать из данных, указанных на памятной доске на кладбище Гроссринге бывшего лагеря Алексисдорф в Нойгнаденфельде и актуальным исследованием по картам военнопленных с интернет-портала ОБД Мемориал число жертв среди советских военнопленных могло быть значительно выше. Общее число жертв в немецком плену превышает 3 миллиона человек. Хотелось бы верить, чтобы на всех массовых захоронениях советских военнопленных были перечислены все имена жертв, попавших под истребление голодом и болезнями. Но если смотреть реалистично, то это желание имеет малую вероятность исполнения. В результате утраты регистрационных документов из лагерей или по другим причинам военного времени имена тысяч советских военнопленных так и останутся в безызвестности. Остается только надеяться, что подобная трагедия больше никогда не повторится. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok